Сто с лишним лет истории Одессы. От основания города до начала 20 века представлена на выставке документов из архивов Украины и России. Экспозиция открылась в Одесском историко-краеведческом музее. Для сбора экспозиции сотрудники Государственного архива Одесской области обратились к коллегам из Николаева, Херсона и Киева. Свои материалы прислали три крупнейших хранилища России. Государственный, исторический и военно-исторический архивы, архив древних актов. Это очень большая события в истории нашего города. И это детство нашей Одессы показывает с первого дня, с гиберонального логика за первое столетие. Это очень значительная события для историков, архивистов, культурного средств Одессы. Есть большая правда, есть архив. Если я первый документ, это правда. Как говорят историки, база научного исследования состоит из трех основ. Архива, музея и библиотеки. На первом месте стоит архив, как главное хранилище документальных свидетельств прошлого. Но полных данных о чем-либо нет ни в одном архиве. И потому огромное значение имеет взаимопомощь архивных работников. В наших архивах хранится очень много документов о Одессе, о ее образовании, остановлении, развитии, направлении. Как уже было сказано представителем Российского государственного архива древних актов. Начиная с указа императорицы Екатерины II об основании города. Ну и вплоть до, наверное, того момента, как Одесса стала частью независимого украинского государства. Инициатор выставки Государственный архив Одесской области в ближайшее время получит новое помещение на 6-й станции Большого фонтана. Его площадь позволит чаще знакомить одесситов с историей города и края. Александр Виноградов, Евгений Войтенко, телекомпания КРУГ.